технологии меняются для бизнеса но как меняется бизнес благодаря технологиям нам рассказал андрей тихонов из компании samsung как должен изменяться бизнес в информационном пространстве что нового в нем должно появляться и благодаря чему мне кажется что в первую очередь бизнес должен изменяться постоянно что в общем то и делает нужно сказать что бизнес меняется вместе с нами и пожалуй самые основные три какие-то компоненты изменения бизнеса это первую очередь он становится значительно более красочным и таким эмоционально насыщенным второе он наверное является становится все более более информативным и третье он становится значительно более быстрым тоже те же самые тенденции которые мы все исторически наблюдали в области именно услуга консюмерные да то есть то что то что мы с вами наблюдаем на экране то что уже пришло в нашу жизнь через мобильные телефоны телевидение и так далее то же самое сейчас настоящий момент приходит бизнес и используется им активнейшим это час часто говорят что крупные компании не могут вообще позволить себе быстрая скорость принятия решений и в частности для того чтобы решение больших крупных компаний структурированных принимались быстро используются инновационные технологии вот вы как компания samsung представляете ли такие технологии верите ли в то что любая любое руководство компании можно перевести в айти сферу в электронную онлайн группы затронули на самом деле две темы первая тема это скорость адаптации бизнесом новом технологии второе это скорость принятия решения и внутренние условно говоря это какой-то некий внутренний процесс отвечая на первый вопрос нужно сказать то что естественно то что большой бизнес он уже имеет определенные наследия до определенные процессы и много многое другое и при внедрении любой технологии ему нужно детально проанализировать то как наиболее безопасно и наиболее эффективно интегрировать что бы то ни было тем более надо интегрировать под себя все огромное количество вещей частности мы то что мы встречаемся именно с мобильными технологиями когда не знаю вы начинаете получать корпоративную почту условно говоря там либо какую-то информацию на ваш мобильный телефон на смартфон тут же возникает вопрос рисков связанных с информационной безопасностью поэтому первую игру тоже включается информационные безопасники которые начинают регламентировать эту деятельность это все чревато утечкой конфиденциальной информации удобно то она удобно но но тогда теряется одна из тех характеристик которые вы называли как должен изменяться бизнес нет нет они прекрасно к этому адаптируются как раз вот именно информационные безопасники в частной мобильности используй используя этот пример они как раз очень правильно решают эту задачу они являются в общем-то нашими исторически сложившихся партнеры многие здесь кстати присутствуют на этой выставке и они решают вопрос безопасности очень конструктивно и очень правильно мы вместе с ними работаем поскольку именно поэтому для наших в общем мобильных телефонов которые всем известны мы специально разработали дополнительные технологии то что называется нокс которые позволяют это использовать безопасно именно на корпоративном сегменте что нужно сейчас бизнесу от производителей инновационных технологий для того чтобы соответствовать этим трем качеством и изменяться в лучшую сторону мне кажется что опять же ответ в трех частях в первую очередь они должны увидеть и поверить то что наши технологии позволит им создать новый бизнес получить новый бизнес новые сервисы новые заказчики да и многое много другое поэтому сейчас идет активное развитие пример цифровых сервисов в банковской области создание новых приложений то что называется location-based services таких как условно говоря онлайновые новые системы возникает огромное количество новых бизнеса второе увеличивается эффективность бизнеса то что мы с вами мы используем мобильные устройства в наши с вами ежедневные работы означает что означает более быструю реакцию ну то есть мы с вами как более эффективно как сотрудники и все это уже давным-давно распробовали повторяется та же самая история которая была сколько там 10 там с лишним лет назад когда мобильные ноутбуки сменили десктопы и все работодатели все как один прекрасно поняли для себя что несмотря на то что существует существенная разница цене между ноутбуком или десктопом на ноутбуке сотрудник значительно более производителя да и это сильный номер два все что все третье да все что связано с рисками ведение бизнеса нужно сказать самом деле очень индивидуально касательно рисков что есть компании которые понимают что даже если они подвергнутся риском то на внутреннюю структуру компании никак это не повлияет даже особых убытков компании не принесет эти они адаптируются достаточно хорошо из моих наблюдений к примеру области мобильности нужно сказать то что именно бизнес заказчиков наших являлся всегда номером один скажем так промоутером можно сказать нашим основным партнером который номером один двигателем мобильных технологий к примеру в бизнесе даже они четко себя представляют сио компании верхнее руководство четко себе понимает как мобильные технологии могут увеличить их бизнес поэтому основной 1 посыл мы получали всегда от старшего менеджмента либо владельцев они представляют все что именно что именно бизнеса бизнеса требуется и только во вторую очередь мы работали сайте есть несколько подходов вообще к отношениям клиентам когда ты производишь продукты ты понимаешь что он понадобится клиентам и ты продаешь его частности потребителям а другая вещь когда ты общаешься с клиентом ты знаешь что ему нужно и чисто под определенного клиента ты производишь продукт какой стратегии придерживается компания samsung или здесь симбиоза этих двух идей 3 правильно сказали по поводу симбиоза совершенно с вами согласен самое интересное это третье когда вы вместе с клиентом изобретаете новый продукт на базе его и вашего продукта вот это самое интересное продаете другие да да поэтому скажем так что основа нашего взаимодействия с нашими клиентами это партнерство во имя создания новых продуктов это самое интересное то что мы делаем вместе естественно то что для своих внутренних нужд а внутри быса мониторы принтеры и так далее и тут мы вступаем в нормальную конкуренцию потому что мы даем некие новые решения да но в этом в этом смысле они рассматривают нас скорее уже как доверенного поставщика, который дает им традиционно самые лучшие продукты на свете. Но самое интересное, что мы делаем с ними вместе, это некие новые сервисы уже на их стороне. О том, как улучшить свой бизнес благодаря технологиям, нам рассказал Андрей Тихонов из компании Samsung. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Дука Скопи ТВ из Москвы.